В Первоуральске молодой парень на 100 тысяч рублей облегчил интернет-магазин Озон, ну, можно даже сказать, магазон, и сделал это в легкой и непринужденной манере прямо под видеозапись. Он заказал на сотку какое-то шматье, там, тряпки и пару коробок ботов, пришел со своим корешем за товаром, унес это все в примерочную и теоретически. По правилам этого виртуального торжища должен был за вещи заплатить. Ну, если, конечно, они ему подошли бы по вкусу и размеру. Но этот примерный чел после примерки пошел не на кассу, а воспользовался кратковременным отсутствием продавщицы и убежал со шмотками наружу. Тем более от примерочной до выходной двери было значительно ближе, чем до кассы. Торговая женщина вернулась на рабочее место, заглянула за занавеску и, как мышка в анекдоте сказала, а где же сыр, а где же сыр? Возникает вопрос, а если бы продавщица не отлучалась из-за прилавка, это бы как-то остановило стремительного вора? Да-да, стремительного, но невнимательного. Он не заметил видеокамеру в углу и, вероятно, подумал, что заберет товар на 100 тысяч незаметно, читай, безнаказанно. Да, видеокамера не настолько эффективна, как охранник на выходе, который ловит похитителей сразу на месте. Камера же просто снимает харизму Тати на видео и отправляет хозяина потыренного товара в далекий путь. Сначала он пишет заяву в полицию, потом видео с кражей публикуют в интерсети, просят народ опознать вора, сообщить о его местонахождении, потом его ловят, сажают за кражу и решетку. Ну, в общем, итог, как с живым охранником, только намного дольше. Продолжение следует...